Региональный этап Олимпиады профессий для людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал сегодня в Великом Новгороде. За путевку в национальный финал Обилимпикс борются больше ста конкурсантов. Татьяна Баркова побывала на соревновательной площадке. Задание, казалось бы, не такое уж и сложное, особенно для тех, кто уже давно занимается резьбой по дереву. Нужно сделать декоративное панно, чертежи и заготовки у всех участников идентичные. И любителю отличить готовые работы друг от друга довольно сложно, а вот для экспертов каждая уникальна и оценивается очень строго. Весь чертеж разбивается по секторам и каждый сектор оценивается это именно по переносу, по частоте резьбы и глубине. Павел Юдин занимается резьбой по дереву уже два года. Дело это очень любит и решил принять участие в чемпионате не ради победы, а скорее для удовольствия. Смотрим все размеры, составим все чертежи и после чертежи потом вырезаем резьбу. На чертежи дали два часа, а работа резьбы тоже два часа. И всего четыре часа. В соседней аудитории нужно работать не руками, а головой. Участники должны выполнить несколько задач, которые касаются экономики и бухгалтерского учета. Для состоявшихся специалистов чемпионат это возможность проверить свои навыки, а для молодых ребят шанс зарекомендовать себя перед работодателями. Именно благодаря чемпионатному движению у нас доля трудоустроенных ребят значительно выросла. Если в прошлом году это было всего 64%, то в этом году уже 73,6%. Участники доказывают, что могут полноценно выполнить свои профессиональные обязанности даже с ограниченными возможностями здоровья. На чемпионат этого года заявились 133 человека в 17 разных компетенциях. Лучшие пройдут в национальный финал. Татьяна Баркова, Галузд Гивандян, Новости Новгородской областной телевидении.